Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая говорить о Евангелии от Матфея, мы обратимся сейчас к пятой главе. Пятая глава Евангелия от Матфея начинает Нагорную проповедь, в ней содержится ее первая часть. Это довольно сложного происхождения текст, очевидным образом составной. Материал, который Матфей включает в эту речь Господа Иисуса, у Луки, скажем, распределяется иначе в нескольких местах. И понятно, что это не стенограмма какой-то конкретной проповеди, а скорее некоторый конспект, свод того, о чем говорил Иисус, что, собственно, Он говорил, возвещая Своим слушателям Царство Небесное. Вот в Матфеевом варианте Нагорная проповедь начинается заповедями блаженства, удивительными словами Господа, которые устроены следующим образом. Начинаются эти изречения словами «блаженны». Дальше Господь предлагает варианты, кто именно блаженны, нищие духом, чистые сердцем, разные здесь варианты. И дальше вторая половина высказывания «потому что». Некоторое обоснование, которое свидетельствует о том, что есть в Царстве, чего без этого Царства Божьего нету или не обязательно есть в жизни. Теперь, я думаю, что для читателя чрезвычайно важно, во-первых, вспомнить слова книги «Экклезиаста», который говорит о том, что подлинного блага, настоящего, вечного, неприходящего, неповреждаемого блага на Земле нет. Нет, не может этого быть. Ведь всё, что «Экклезиаст» находит в этой жизни, в результате своего исследования, это лишь некоторые относительно хорошие вещи. И в известном смысле ответом на этот скепсис «Экклезиаста», очень распространённый и популярный в той культурной среде и в той эпохе, в которой говорил Господь Иисус, так вот, ответом на этот скептицизм, на представление того, что на самом деле счастья нет и быть не может, вот являются заповеди блаженства. Господь говорит о том, где на самом деле, в ком, в каких людях, в каких обстоятельствах жизни это подлинное, неповреждаемое и вечное от Бога исходящее счастье происходит. Собственно, слово «блаженный», конечно, вошло в русский язык, но всё-таки в силу целого ряда не вполне адекватных канадаций важно понимать, что речь идёт об некой предельной абсолютной степени счастья, которая, к тому же, обладает свойством неповреждаемости. Итак, вот заповеди блаженства, на которые тоже мы можем смотреть, в общем, двумя разными способами. Во-первых, и это принято в христианской традиции толкования, мы можем видеть здесь некоторую последовательность логическую и, соответственно, пытаться эту логику вычленить. В общем, это законный подход, который имеет полное право на существование и подход довольно плодотворный. Другой вариант – не искать здесь последовательности, а видеть здесь список представлений о Царстве Божьем и о том, как оно является в человеческом блаженстве с разных точек зрения, с разных точек зрения, которые не вытекают одна из другой, а скорее одна другую дополняет. Это тоже, в общем, закономерный подход и выбор между ними в известной степени делу вкуса. Но вот второй подход позволяет нам гораздо более внимательно рассматривать каждое из речений Господа Иисуса в отдельности, в отдельности. Вот начинает Господь свой разговор с учениками, которые только-только стали Его учениками, и разными людьми, которые пришли послушать Его проповедь, словами о том, что блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Надо признать, высказывание довольно смутительное. У Матфея ещё оно всё-таки передано в некоторой смягчённой форме, потому что Лука, скажем, ту же самую фразу формулирует куда проще и жёстче, говорит, блаженны нищие, потому что их есть Царство Небесное. Всё же нищие духом – это некая попытка, может быть, расширить и смягчить остроту этого высказывания. Суть. В чём, собственно, заключается суть этих слов Господа Иисуса Христа? Он обращается к людям, которые всё время вынуждены, выбиваясь из сил, бороться за выживание. Послушать его в абсолютном большинстве приходят люди бедные, которые вынуждены каждый день трудиться ради пропитания, и для которых это самое пропитание и копеечные их заработки – вопрос выживания, вещь чрезвычайно важная. И звучит это всё в мире, в котором хоть и есть люди, которые могут себе позволить не работать и не бороться за выживание. Но и для них тоже эта вещь центральная, важная. Понимаете, там, дело не в том, что мы все такие ужасные жлобы, думающие только о деньгах, а в том, что выживание, особенно в ту эпоху, вещь очень ненадёжная, очень ненадёжная. И нищета – это участь, которая действительно вот перед глазами у каждого. Сегодня, конечно, эти слова слушают люди разные, и с разным достатком, конечно, тоже. Но и сегодня для нас вот этот какой-то подкорковый страх нищеты, он связан не с жадностью банальной, а всё-таки с некоторым страхом голодной смерти. Голодной смерти. И старшие поколения, я думаю, что вполне в состоянии вспомнить, что это означает, те, кто ещё помнят очереди за хлебом. И вот Господь говорит о том, что в этой нищете, когда ничего нету, когда выживание абсолютно ненадёжно, когда неизвестно, будет у тебя сегодня вечером или завтра утром, что тебе поесть и чем покормить детей, или не будет, и ты будешь мучиться голодом и находиться на грани голодной смерти. Вот к этим людям Господь обращается и говорит о том, что всё равно, несмотря на всю опасность нищеты и на весь ужас, который она вселяет в людей, и в этом тоже есть некоторое блаженство, потому что те, у кого нет ничего, у них всё-таки кое-что есть. И это кое-что, это ни много ни мало милость Божья, любовь Божья, воля Бога о спасении, о том, чтобы люди были живы. И вот Господь говорит, Царство Божье открыто для тех, кто считает его более важным, чем всё остальное. Это очень трудный выбор, очень трудный нравственный поступок действительно построить свою жизнь, пересмотреть её так, чтобы Царство Бога было для тебя важнее всего остального. Но вот Иисус возвещает благую весть о том, что в этом чрезвычайно мучительном, страшном состоянии нищеты мы не лишены Царства. Эта нищета не оказывается для нас стеной, преградой, которая не пускала бы нас в Царство. Обратим ещё внимание на то, что в эту эпоху весьма многие, начиная от фарисеев и кончая самыми разными, другими религиозными течениями в Израиле, ну, в общем, были склонны считать благосостояние некоторым знаком благоволения Божьего и рассуждали, что если ты такой праведный, то почему нищий? А если нищий, значит, тебе это за некоторые какие-то твои провинности и прегрешения дано Богом в качестве наказания. Что, в общем, во-первых, совершенно не так. Во-вторых, в других местах Евангелия Господь, особенно в Евангелии от Луки, Господь обращается к этой теме и свидетельствует о том, что нет, богатство или его отсутствие не являются ни знаком Божьего благословения, ни знаком Божьего негодования. И когда он говорит вот здесь, в Нагорной проповеди, где-то в Галилее, наверное, не один раз он об этом говорил, что и в нищете, и в нищете тоже есть возможность встречи с Богом, есть, может, по крайней мере, присутствовать царство Бога, это чрезвычайно важная, очень важная вещь, которая действительно даёт возможность слушателю, в общем, пересмотреть свои отношения с Богом от отчаяния к надежде. Продолжая, в общем, то же самое говорить, Господь Иисус говорит блаженны плачущие, потому что они утешатся. Он говорит о страдании, которое есть в человеческой жизни, и от него никуда не денешься, и, в общем, было бы подлым враньём делать вид, что этого страдания нет, что оно какое-нибудь мнимое, или что оно улетучится, как дым. Но и здесь Бог даёт утешение, блаженны плачущие, потому что они будут утешены, не вообще, потому что потом всё будет хорошо, как иногда нам хочется прочитать, что вот сегодня у тебя всё плохо, а завтра всё будет хорошо. Нет, Господь говорит, они будут утешены Богом, это снова разговор о царстве Бога, в котором даже человеческое страдание и слёзы, которым не чушь ты сам, Господь Иисус, всё-таки приобретают смысл, и в них открывается какая-то перспектива, вот даётся это утешение. Оказывается, и в скорби, в страдании для плачущего человека всё-таки возможна жизнь вместе с Богом. Далее Господь говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, и это до известной степени парафраз нескольких ветхозаветных высказываний. Ну и кроме того, конечно же, это, если хотите, отклик на бытующие, окружающие Иисуса среде, мессианские представления, потому что часто в ту минуту, в ту эпоху и потом тоже люди думают, что вмешательство Бога в человеческую жизнь и в человеческую историю заключается в том, что все плохие получат по затылку, а все, кого мы считаем хорошими, вот они будут участвовать в разделе добычи. Чаще всего иудеи того времени представляют себе, что мессия придёт, организуют партизанское движение таких маджахедов против оккупационного режима, оккупантов выгонят, власть язычников сбросят, и после этого народ Божий завоюет весь мир и покорит, соответственно, все народы вере в Бога Израилева. В общем, покорит силой, силой. Ну, по совести сказать, самые разные христианские группы, течения и целые поместные церкви в разные исторические эпохи тоже оказывались несвободны от этой чрезвычайно нелепой картинки. И загнать человечество в счастье железной рукой, это, в общем, большевики, конечно, не сами придумали, а научились, ну, они же все в семинариях учились, вот, они научились этому в нашей истории. Поэтому для нас сегодня слова Христа блаженны кроткие, потому что они наследуют землю, не те, кто размахивают дубиной, не те, кто, в общем, большинство, не зря Иисус говорит своим ученикам не бойся малое стадо, и не те, кто с ножом к горлу пытаются вырвать, знаете, как Мичурин говорил, мы не можем ждать милости от природы, да, кто пытается взять от людей, от жизни, от Бога, от мира, все. Нет, говорит Господь, в конце концов, пространство для жизни, земля ведь не сама по себе, как территория здесь, фигурирует, а как возможность жить, пространство для жизни, все равно это приобретают те, кто, как Бог, не воинством и не силой, но духом Бога живого, как говорит пророк Захария, приобретают кроткие. Они наследуют землю, а не те, кто склонны нравственные проблемы решать дубиной. Теперь, продолжая, Господь говорит блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. И снова мы видим, что у Луки отсутствует слово правды, у Луки просто блаженны алчущие и жаждущие, и, собственно, смысл этого в Евангелии от Луки практически такой же, как смысл слов о блаженстве нищих. Но Матфей обращает внимание на то, что не сам по себе голод и жажда хороши. Не они, как таковые, соответственно, наличие средств к пропитанию или нет, важны для Царства Божьего, а то, насколько твое сердце нуждается в том, чтобы знать правду. Конечно, в связи с этим вспоминаются пушкинские слова, мы ленивы и нелюбопытны, и это правда Божья по большому счету, в общем, нам не очень-то и нужна и не очень интересно. Ну вот, в Евангелии от Матфея мы видим, Господь говорит, те, кому эта правда нужна, причем нужна позарез, алчущие и жаждущие, вот они насыщаются и насыщаются не тем-нибудь, не хлебом и не информацией, а самим Богом, самим Богом. Ну вот, ну и еще тоже все же нельзя не обратить внимание на то, что в греческом тексте Евангелие от Матфея, хоть мы и помним, что переводил Матфеевы тексты, на греческий по выражению Папии Иерапольского, кто как мог, но все-таки вот до нас дошел именно этот текст. Там все-таки под словом правда, вернее, слово дикмьосини, которое здесь стоит в оригинале, скорее можно было бы перевести как справедливость, справедливость или праведность, причем как-то так и другой вариант вполне законный и уместный, поэтому на самом деле довольно многомерное получается высказывание. Блаженным может быть те, кто алчит и жаждет, чтобы жизнь была устроена в правде Божьей, в справедливости и в праведности. Да, теперь дальше следующие заповеди блаженства. Вот Господь говорит о почти синонимичных вещах, о милости, блаженной, милостивой, потому что они будут помилованы, о чистоте сердца и о тех, кто привносит в эту жизнь мир. Смотрите, логика всех этих трех высказываний, неважно, вытекают они одно из другого или дополняют друг друга. Логика заключается в том, что Господь свидетельствует о блаженстве, которое есть в жизни тех, кто поступает подобно Богу, кто подобен Богу, потому что милость – это свойство Бога, способность жалеть, прощать и миловать – это свойство Бога, и милостивый человек – милостив не потому, что миллионы лет эволюции и генетический отбор его к этому привели, а потому, что в нем, в его сердце может присутствовать, дышать и действовать Дух Божий. Чистота сердца – это тоже свойство, которое даруется человеку Богом, как и тоже очень важная на самом деле вещь принесения мира в эту жизнь. Бог не есть Бог, не устройство, но мира, и те, кто принадлежат ему, те, чьи сердца послушны Богу, являются здесь источником примирения, и сами стремятся, ищут примирения, а не конфликты и разделения. На самом деле, тоже очень трудное слово, потому что и в самих себе, и в нашей истории мы находим бесконечное количество примеров нашей неспособности ценить мир больше собственных представлений о правоте. Да, и вот Господь говорит о том, что вот эта способность отражать Божьи качества, отражать сердцем сердца Бога, быть милостивыми, быть чистыми сердцем и искать мира. На это сам Бог откликается точно так же помилованием, возможностью видеть Бога, значит, не просто теоретически слышать когда-то о Его существовании, а видеть лицом к лицу и быть Его сынами, быть действительно подданными царства Бога, в первую очередь именно этого царства. Продолжаю, Господь говорит о блаженстве изгнанных за правду, потому что их есть царство небесное. Ну вот, тоже чрезвычайно важное на самом деле утверждение. Господь говорит о том, что для Его учеников важна неэффективность и успешность пропаганды, они вообще к этой пропаганде не признаваны, и, может быть, свидетельствуя о правде, они как раз вполне терпят поражение, и так происходит очень-очень часто, строго говоря, в общем, так происходит с самим Иисусом, и тем не менее в этой правде, в этом свидетельстве о правде Божьей есть царство Бога, и это гораздо ценнее успеха миссии, свидетельства или какой-нибудь еще деятельности. Развивая, в общем, то же самое, Господь говорит о том, что Его ученики будут поносимы, их будут гнать и всячески неправедно злословить из-за Него, из-за Него. Радуйтесь и веселитесь, радуйтесь и веселитесь. Значит, речь идет о том, что в чьих глазах мы хотим быть хорошими, кто для нас важнее, общественное мнение, там, окружающие люди или Бог, перед которым мы на самом деле существуем и перед которым встанем в финале своей биографии. бойтесь, когда все люди будут говорить о вас хорошо, говорит в другом месте Иисус ученикам. И вот замечательно, что это высказывание остается без дополнения, потому что достаточно самих слов за меня, блаженны, когда вас поносят из-за меня, за то, что вы являетесь моими свидетелями. И вот говорит Господь радуйтесь и веселитесь, радуйтесь и веселитесь, потому что догнали и пророков, потому что когда мы оказываемся рядом с Иисусом, в общем, неудивительно, что и к его ученикам тоже люди относятся так же, как относились к нему самому, но это означает, что мы рядом с ним, заметьте, что в общем эта мысль пронизывает, скажем, всю книгу апокалипсиса. Дальше в пятой главе Господь говорит главным образом о законе, о том, какова природа закона, что в нем по-настоящему важно и что стоит глубже за строками закона. Конечно же, для его слушателей это была тема куда более актуальная и важная, чем для нас сегодня, но тем не менее это не значит, что мы можем вовсе об этом не думать. Закон по представлениям слушателей Господа Иисуса вещь абсолютная, неприходящая. Заметим, кстати, что сам он, похоже, не придерживается с уверенностью такой прямолинейной точки зрения, да, и иногда говорит о законе пугающие вещи, там, скажем, по жестокосердию вашему дал вам Моисей эту заповедь, но тем не менее, как к этому закону относиться, насколько он обязателен, потому что одни считают, что там есть важные вещи, второстепенные, другие тоже, такие же фарисейские течения, как и только что названное, считают, что наоборот, все до последней буковки, третьи считают, что нужно выстроить такую систему предписаний, чтобы заведомо исполнялся закон, они называют это оградой закона, а сам Господь называет преданиме старцев, и так тема действительно важная, но, как это бывает практически всегда, от вопросов внешних Господь, конечно, обращается к сути, к главному, глубине, и вот он говорит своим ученикам чрезвычайно тоже удивительную вещь, переходя от заповеди блаженства к теме закона, он говорит «высоль земли», заметим, да, что это время, когда еще нету холодильников, единственный способ остановить гниение, это добавить соль, соль это то, что от гниения предохраняет, и вот слава «высоль земли» означает, что благодаря правде, которая реализуется в жизни учеников, о которой они свидетельствуют, в общем, этот мир предохраняется от распада, так, как думали таким предохранителем от распада должен быть закон Моисеев. Дальше Господь говорит «не думайте, что я что-то буду менять, отменять или там что-то вводить новое, ни одна йота не придет из закона, я пришел не нарушить закон, но наполнить его, наполнить, потому что исполнение закона в отсутствии личного знакомства, личной встречи с законодателем вещь нужная, но еще не дающая жизнь. И вот Господь говорит о наполнении, потому что войдя в нашу жизнь, Иисус становится тем, ради кого имеет смысл исполнять эти заповеди. Вот. Теперь дальше его основная мысль в пятой главе собственно сводится к тому, что заповеди закона важны не только потому, что они регулируют внешнее поведение людей, даже не столько поэтому, а потому, что за ними скрывается некоторое представление Бога о людях, о том, какими нам следует быть, какими мы Богом задуманы. Поэтому он говорит о том, что там, где закон запрещает убийство, на самом деле это свидетельствует о том, что любая внутренняя агрессия противна Богу. Там, где закон запрещает прелюбодеяние, Господь говорит о том, что любые проявления похоти, неуправляемые, как у обезьяны, противны Богу. Там, где закон говорит об ограничении возмездия или ответного насилия, на самом деле любое насилие Богу противно, и для Бога важно, чтобы мы любили друг друга не потому, что есть за что, а любили всех, в том числе и врагов. вот эта логика второй части пятой главы Евангелия от Матфея, таким образом, вот какая любая заповедь закона свидетельствует о некотором внутреннем, более глубоком требовании к сердцу человека, к нашим мыслям, к нашим побуждениям, к тому, что нами движет, потому что в конце концов не прокатиковать убийство и прелюбодеяние, эта задача с одной стороны может быть иной раз и трудная, но все же посильная, но если с психикой все в порядке, держать себя в руках, ну как-то это решаемая проблема, понимаете, но одним внешним дело не ограничивается, чистота сердца вещь очень важная, очень важная, и к этому следует стремиться. Кроме того, еще заметим, что в целом получается, что заповеди закона в общем свидетельствуют и о законодателе, о том, что для него важно, о том, каково сердце Бога, но все-таки здесь Господь главным образом говорит о требованиях, которые закон предъявляет людям, и которые нам на этом основании стоит предъявлять к самим себе. Обратите внимание, не друг к другу, а к самим себе, и это тоже очень важный мотив в Нагорной проповеди. И вот Господь в заключение этой части, или Евангелист Матфей в заключении этой части речи помещает слова о том, что в конце концов Бог призывает нас любить ближнего как самого себя, и для того, чтобы быть сынами Отца Небесного, надо любить врагов, надо любить врагов, не отвечать враждебностью на враждебность, не отвечать злом за зло, не отвечать насилием на насилие, а любить врагов. И в общем тоже согласитесь, что в истории Христовой Церкви каждое поколение предпринимает немыслимые усилия, чтобы от этой логики как-нибудь увильнуть с очень переменным успехом, но в общем это так, понимаете, нравится нам это или нет, мы можем находить миллион разных объяснений, вполне убедительных, почему там не надо быть милостивыми к врагам, но из песни слова не выкинешь, Иисус говорит вот так, и под конец Он ссылается на Отца Небесного и говорит, Отец Небесный посылает дождь на добрых и злых, повелевает солнце восходить над праведными и неправедными, и вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Субтитры